Может быть, хоть, о, давай, что-то спимся один день. Нет, мы продолжаем. Останавливаться нельзя. Протираем лицо. Очищение лица. Вот люблю этот момент, когда ты сидишь и ждешь критичного спуска. Пока не затычет эта база тебе в глаз. Успокойтесь душой. Я глазами тех, кто меня любит. Я глазами хейберов. А нос опять отек. Нанесли тон. Сейчас делаем контуринг и пристыгаем уже к самому интересному. Конечно же, не забывайте оформить бровки, расчесать их. Сложнее всего, если нет волосков и расчесывать нечего. Но вы знаете, вы как я, проводите по коже, и типа тут должен быть волосок. Вот эту вот разницу между новой бровью и старой можно еще тенями заполнить. Я сегодня точно брюнетка, поэтому можно брови оставить такие потемнее. Вот. Успокаиваюсь. Консилером, ребят, высветляем. И еще нанесем хайлайтер. И будут шикарные брови. Это вот половина безрумяна, тут с румяным. Видите, как преображается лицо. Приступаем к макияжу глаз. И первый оттенок. Я беру скульптор для лица. И наношу его, и тушую хорошенечко вот на внешнем уголке. Не бойтесь его вот так хорошенечко вытянуть. Внутренний угол глаза мы высветляем хайлайтером. На внешний угол глаза мы с вами добавим такой вот коричневый, но уже понасыщеннее. И аккуратненько растушуем складочку. В общем, было так. До коричневого должно получиться так. Сверху и снизу вытянули. Немного черного. Для глубины. Вот, смотрите, все по сравнению. Здесь черного нет. Тут он появился уже, какой глубокий глаз. А теперь на центр века хочется добавить золото. Можете взять просто пигменты, тени. Все, что хотите. Главное золото чистый такой оттенок. Хайлайтер можно взять. В общем, примерно вот так это все выглядит. Не забывайте, ребят, по нижней слизистой. С ресничками, ну, прям красиво. Вот клей нанесла. Клей подсох. Да. Потемнел. И сажаем. И тут главное зажать, ребят. И немножечко подержать. Чтобы не отклеилось. Я возьму два карандаша красный, бордовый. Начну с красного. Вы знаете, ваши губы выглядят как свисток. Давайте уголки затемнем. И теперь бордовым я зарабатываю тоже уголки. Ну и заливаем это все дело красной помадой. Кстати, посмотрите, как губы выглядят значительно меньше в темных оденках, чем до макияжа были. Или, как мне написала одна подписчица, фу, какие у тебя уродливые губы, будто их ужалила оса. Или что-то такое. Или что-то так не пишут. А это, а это отчетки. Они не понимают. Однажды они поймут, но они уже в черном списке. Ну все, ребят, мы бежим переодеваться. Мы для вас сюрприз. Сейчас покажу. Ребят, сегодня к нам в гости пришла красная шапочка, красногубая, зеленоглазая, которая также испекла пирожки для своей бабушки. Но в этой версии сказки красная шапочка замужем. Серый волк ее не съел, он на ней женился. И он попадет и зажрет все эти пирожки. Ладно, а если серьезно, то... Смотрите, кукость. Ладно, ребята, если серьезно, то я желаю вам всем удачи. Ищите дома белую ткань, черную. В общем, сотворите что-то максимально похожее. Креатив. Ну вот это вот все будет оцениваться, конечно же. Знаете, кто в скатерть возьмет, кто тряпку. Вот. Оцените образ. Я желаю всем удачи. Долгожданный дебюстейшн. Вчера я испекла с индейкой. Помаду же. Это вкусно. Очень вкусно. Ребят, рецепт этих пирожков есть в моих сторисах. Правда, я им делаю треугольные, а то и тут такие кругленькие. Ребят, знаю, что многие ждут от меня уникальные рецепты. Но силы, так как я болею, есть только на пожаре за горох. Консервированный молодой горошек. И добавить два яйца. Все. Идеальное блюдо готово. Ребят, карантин визажиста проходит именно так. И-ху. Так, ребята, а есть все равно хочется. Берем два яйца. Взбиваем. Четыре ложки сметаны. Соль. Паприку. Перемешали. И мука, ребят, где-то пять-шесть ложек. Перемешиваем. Вот такое вот у нас тесто получается. Сейчас мы будем его перекладывать в вородочку, которую нужно разогреть. Переложили, ребят. Огонь делаем не сильный. Закрываем крышечкой. Кстати, ребят, тесто я планирую перевернуть. Сейчас еще немножко схватится. На не сильном огне. Смотрите, как оно красивое получается. Протыкаются. Скоро мы его с вами повернем. Еще чуть-чуть пока приготовится. Ну, смотрите, как легко переворачивается. Одной рукой огонь слабый. Крышечкой накрыл. И сейчас будем добавлять ингредиенты. С майонез плюс кетчуп. Смазываем форму. Точнее, пиццу. У меня будут смотреть сосиски, помидоры, огурцы. В конце натрем сыр. Пошли сосисечки. И посыпаем сыром. Если вы понимаете, что снизу уже начинает, ну, прилично. Ну, все уже готово, а сверху не пропеклось. Отправляем на доготовку в микроволновку. Насколько? Давайте хотя бы на минутку, а потом посмотрим. Так. Красота. Ребята, по итогу получается нереально вкусная пицца, где все пропеклось. Все супер. Смотрите на тесто. Видите, все шикарно пропеклось. Внизу не сгорело. Сейчас покажу. Потому что вы подогрели в микроволновке и не оставили тесто сгорать. Вот красивое, нормальное тесто. Шикарная пицца получилась. Приятного аппетита. Знаете, учитывая, что я болею, это лучший фильтр. Нечестно. Ты сильнее. Вампир. Надо что-то придумать. Смотрите. В общем, очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Спасибо.